Своих спортсменов, своих любимцев. И сегодня, возможно, мы узнаем имя двукратного теперь уже короля лыж. Но только в том случае, если Петер Нуртук сумеет одержать победу, если он сумеет выиграть этот, многие очень говорят, самый престижный из имеющихся стартов на чемпионате мира. Потому что есть самая престижная гонка среди команд, и это, разумеется, эстафета. Ну а что касается индивидуальной программы, то многие-многие, да, тоскуют ностальгически о том, что было и было не так давно, и был интервальный старт, и были гонки длиною в общей сложности часов под пять. Ну а сегодня 85 человек вышли практически в одно мгновение. В одно да не в одно, естественно, потому что те, кто выступал по сезону ровно, те получили хорошие стартовые высокие номера. Но не только, в принципе, по этому сезону, у которых хороший рейтинг фисовский за все это время. Мы чуть-чуть припоздали, потому что у нас уважительная причина, у нас гонки преследования были в эфире из Ханты-Мансийска. Но сейчас вы видите, пока такое столпотворение. Главная задача не поубиваться бы, а потом и не поломать себе лыжи палки. А потом дальше уже будет видно, получится ли... Ни в коем случае не забывать попить-поесть, потому что это очень длинная гонка. И Нуртук решил ответить на атаку Хельнера. Первая стычка между этими двумя дуэлянтами. Хельнер решил натянуть на входе на стадион. И тут же Нуртук начинает показывать, что он зря это делает, и что вообще он должен ехать, прижавший ушки, и ничего не пытаться осуществлять. Очень жестко отвечает каждый раз. Сирота великолепно прошел этот кусок. И... ну если не везет, то не везет тотально и везде. Дарио Колони не сумел въехать быстро в свою ячейку. Ну а чемпионом на этом отрезке оказывается Айвар Рейхема. Правда, может быть, он лыжи и не переодевал. Группа опять будет растягиваться. Основная группа растянется где-то примерно секунды двадцати. Ну а потом снова начнут сучковаться. Илья Черноусов молодец. Умеет, умеет на зубах работать. Настоящий марафонец, вице-король предыдущего марафона на чемпионате мира. Максим Валикжанин. И вот этот ключевой момент ни в коем случае нельзя пропустить. Но как бы не хотелось, честно говоря, вот сейчас уже, когда вот так сложилось, как бы не хотелось, чтобы бросили. Потому что сейчас может Хельнер перестать давить. Потому что вроде бы как Нуртук не отстает. Вроде бы он зацепился вместе с Ильей. Достаточно уверенно. Но с другой стороны, может быть, Хельнеру сейчас и подумать о том, чтобы обезопасить свое место в тройке сильнейших заранее. Чтобы потом идти уже в своем удобном ритме. На критически тяжелой десятке последней. Хельнер оценивает ситуацию. Ну и, в общем, видит, что не уехал совсем уж далеко. Оглядывается Илья. Заодно смотрит, где там товарищ по команде. И Хельнер начал раскатывать. Хельнер не настолько мощно сейчас идет. Хотя для кого как. Для тех, кто поймал вот здесь просвет порядка 40 метров. Он идет достаточно быстро. И ситуация достаточно опасна. 36-му километру произошел разрыв. И до седьмого места. До восьмого, точнее. До Шьюра Руте. Ну, а там еще 5-7 секунд. И все остальные. Коттер подсбросил. И ищет теперь того, кто мог бы ему помочь. Который мог бы его подстраховать. Вот обратите внимание. Опять же, но в нужный момент он оказывается в нужном месте. Хотя все же я его не считаю фаворитом, когда пойдет спринтерская раздача. Если человек 10 претендентов будет, это не работало Луки. Бурлят трибуны. Парят флаги. И очень аккуратненько заплужил Нуртук перед этим крутым поворотом. Гораздо на более высокой скорости проходит вираж Илья Черноусов. И сумел за счет этого спуска еще чуть-чуть подобраться. Четыре километра и даже меньше. Три и четыре десятых километра до финиса. Коттератака у Бауэра получается похуже, чем у Ильи. Илья можно считать, что уже практически вернулся в эту группу. Ну а в очередной раз мы убеждаемся в сном, что Пьетро Пиллер Коттер в общем-то силен, но не готов к рваной работе. И Коттерпиллер выпадает на той трассе, которая принесла ему второе место в прошлом году. Выпадает окончательно. Увы, итальянские атакующие построения рассыпаются. Моригель, который грозно смотрелся на сорока с лишним километрах, вот поймал тот самый синдром 40-километрового отрезка, который поймал и Дарио Колония. И сейчас их задача добираться. И они идут сейчас на автопилоте, на автомате. Что там будет после финиша, может быть, рухнут. И понадобится медицинская помощь. Много раз мы смотрели на напряженнейших гонках этого чемпионата мира. Ну а вот и он, Содергрен. Всегда опасный, как сказал Гундес Ван. С прогуливающим алюром. Выходит опять на лыжный стадион. Держим кулаки из-за Доледовича. Великолепный мастер длинных дистанций. Сергей Доледович построил эту гонку от обороны. Оборона нигде не дала сбоя. 38 лет без малого белорусскому спортсмену. Менчанин в этом году готовился достаточно упорно. Часто появлялся на длинных дистанциях. И ниже своего класса выглядеть себе не позволял. В тридцатке неоднократно был. Очки набирал. Лалука. Лалука опять атакует. Может быть его наняла какая-нибудь другая сборная, чтобы он укатал Нуртуга. Потому что таким образом он для себя ничего сейчас не заработает. Добьет себя окончательно. Это да. Сумел среагировать. Сумел среагировать Валикжанин. На эту раздачу. Не сбавлять нигде. Вот что очень важно для марафонца. И он этим качеством отличается. Третьим держится Максим. И все время он за Нуртугом. То, что доктор прописал. Долидович садится за россиянином. Последний, возможно, шанс на чемпионатах мира взять медаль на этой любимой дистанции. Ну что ж, просеялись Эллисон. Вы видите, Эллисон сумел отобраться. И еще один молодой гонщик. Ну такой не совсем юный, но тем не менее поздно влившийся в основной состав. Черноусов ловит вместе с Ольсоном и Бауэром слишком много, чтобы это можно было отыграть, к сожалению. Они очень сильны. Но им не хватило резкости. Бабиков та же история. Чуть-чуть подальше Иван сейчас. Вылик Жанин отвечает. Долидович пошел за этим большим дуэтом, в котором не присутствует Хельнер. Ну, кого же считать в результате спринтерским дуэлянтом для Нуртуга? Неужели Макса? Семь человек впереди. Потом разрыв. И еще есть люди, которые могут догрести при известном раскладе. Лалука опять взвинчивает темп. Создатель интриги под конец. Или, может быть, главный сюрприз чемпионата мира. Сейчас посмотрим. У итальянцев осталась только одна ставка. И, о чудо! Выпадавший из этой группы ни раз и ни два. И выгребавший, казалось бы, совсем на зубах. Джорджо Дичента показывает свой класс марафонца. Но не поймал ли он слишком много для того, чтобы вступить в активные действия впереди? Не ограничится ли он просто доказательством своего класса и местом где-нибудь на краю десятки сильнейших? Вот здесь очень трудный кусок для итальянца. Попытался он отдохнуть перед следующей игрой, понимая прекрасно, что в нее зарядят, так зарядят. Лалука снова включается. Лалука становится главной костью в горле для всех. И именно он заставляет пахать на таких оборотах, которые исключают нормальную подготовку спринта, исключают возможность освободить мускулатуру. Содергран поймал просвет. Только что выглядел настолько убедительно, настолько, казалось бы, свежо. Эльнер. Эльнер пошел на последних силах. Уже ничего в этой гонке не изобразит. Самый малоизвестный гонщик в этой группе, в группе отрыва. Лалука, который часто, да, гоняется, но все равно по уровню всегда его ставим гораздо ниже. Тем не менее, Юха Лалука становится главным действующим лицом последних нескольких километров. Он развалил эту группу и он довел ситуацию до того, что в этом первом формировании сколько же, меньше десяти человек сейчас. Хорошо, хорошо смотрится. Аккуратно только на виражах здесь они будут очень быстрые. Падает Лалука! Падает и... Ой, нет, это не Лалука. Хуже всего, что это Долидович. Не повезло ему. И как тут не вспомнить ситуацию с Александром Левковым перед самым финишем, когда у тебя такая возможность отличная. Отчаянно. Еще падает кто-то. И, к счастью для норвежцев, это не Нуртук, а его оруженосец Элиасен. Если ты падаешь на этом отрезке, ты теряешь уже все. И поэтому сейчас Максим Уликжанин впереди все очень правильно делает. Пересекает траекторию Нуртугу. Перед Нуртуком работает очень мощно. Отлично подхлестывает тебя. Подбирает корпус. Хорошо, хорошо бежит, но Нуртук, конечно, зацепился. Нуртук силеный. Нуртук фаворит номер один. Ердалин там. Тоже может быть опасен. Тоже хорошо отработал эту горку. Тут уже тренеры подпрыгивают чуть ли не до макушек. Сосин так волнуется за своих. Пошел спуск и вход на стадион. Какие скорости за два часа всего-навсего. Вышли 2.06 в данный момент. Нуртук цепляется за россиянином. Вечный соперник Нуртуга на последних марафонах. Валикжанин борется за золото. По крайней мере за какую-то награду. Только бы не было столкновений здесь. И это будет очень хорошее окончание чемпионата. Уехали! Уехали втроем! Неожиданно видит Лысину Ердалиной и его старомодные очки в этой компании. Но он не сумеет быть таким фридером, как эти двое. Хельнер Бакен, но без Хельнера. Подъем здесь. Нуртук выходит вперед. Валикжанин пытается зацепиться. Борется. Зачем выходить на внешний радиус? Не надо. Там вот после спуска, после мостика можно что-то выводиться сделать. Но Нуртук рвет дистанцию. Валикжанин единственный, который может хотя бы на поступок каких-то быть к нему. Нуртук уходит. Король лыж Петер Нуртук. Все. Уехал. 30 плюс 50 второй раз подряд за это двухлетие. Но молодец, Максим. Аккуратненько здесь все. Вот здесь только стало Нуртуку по-настоящему тяжело. До этого он очень четко распределялся. Мы же аплодируем Максиму Валикжанину. Великолепная гонка в его исполнении. Нуртук сегодня не победил. Но Максим завоевывает серебро, которое на вес золота. Брависсимо. Отлично. Отлично сработано. Красиво сделано. И бронза, которая Ер дарил вознаграждение за командные усилия. Хави был опасен, но поздно пошел в контратаку. Все. Рикардсон. Опять зашедшая звезда. Новая зашедшая звезда конька. Но Нуртуга сейчас будут спрашивать, сколько будет 2 плюс 8. Пытаясь выяснить, в нокауте он или не совсем. Такое уже было на этом чемпионате мира. Но только по итогам тридцатки. Джорджио Диченто, как я и предполагал, вошел в десятку. Олимпийский чемпион 2006 года на своей любимой дистанции. Черноусов. 12-м финиширует. Чуть-чуть не хватило. На последнем круге оставили те силы, которые были. Не кончательно оставили. Но ушел тот запас сил, который был у Ильи Черноусова. И ушел тот запас резкости. Ну а бездыханный просто Нуртуг там пытается прийти в себя. Да, и здесь уж было не до флаговых церемоний. Не до финишей задом наперед. Не до красноречивых взглядов. Нуртуга заставил пахать до последнего Максим Валикжанин. И аплодирует своим соперникам Петер Нуртуг. Потому что они его заставили выложиться, может быть, больше, чем когда бы то ни было. Максим Сокрушон накачает головой. Опять не золото, но зато какое серебро. Ну и в руках понесут Петер Нуртуга теперь. Представитель штата его команды.